но вот моя история она связана с apple очень долго и тесно вот поэтому когда 90 в 2007 году появился первый iphone но я один из первых узнал о нем потому что интересовался всеми новостями apple и уже 2008 году у меня он был но там буквально там спустя три месяца после его появления вот и с тех пор каждая новая модель я пропустил может быть только пару из-за того что они не сильно отличались от предыдущих а так каждую новую модель я испытывал и пользовался ей до выхода следующий поэтому я видел всю эволюцию этих устройств и моем архиве можно эту всю эволюцию проследить от 2 мегапиксельного 1 айфона где качество картинки но в основном наверное можно было только снимать для адресные книги там когда твой друг тебе звонить чтобы было видно его лицо вот а так конечно допустим напечатать это нормально выставочную фотографию это было невозможно но уже тогда такая способность уже вдохновляла потому что это все равно было чаще и интереснее снимать вот этим вот без кнопочным устройством чем какой-нибудь там nokia где маленький экранчик и ничего не видно вот значит в процессе моей истории я советую меня перебивать задавать вопросы потому что мы можем так вот путешествовать очень долго и так как я занимаюсь фотографии очень давно знаю и рынок художественной фотографии и знаком с фото журналистикой очень много знакомых и друзей фотографов галеристов критиков то есть там моя нейронная сеть содержит огромное количество информации поэтому может быть мы постепенно выйдем за границы айфона хотя он у нас сегодня главный герой и поговорим о фотографии в принципе вот сейчас я просто для того чтобы какую-то маленькую статистику себе медь прошу поднять руки кто уже имеет iphone ну вот да ну правильно потому что это академия рестор это официальные дистрибьюторы iphone в россии и что я их очень люблю мне нравятся их магазины такие светлые просторные совсем не хуже фирменных магазинов apple ну смотрите тогда скорее всего я конечно не открою вам никаких тайны секретов потому что вы наверняка изучили свои устройства вдоль и поперек но признаюсь что сам я постоянно открываю что-то новое несмотря на то что я пользуюсь непрерывно тем не менее открываю всегда что-то новое и сейчас я сделал небольшую экскурсию по специфическим особенностям iphone 6 плюс которые особенно важны именно для меня как для профессионального фотографа потому что конечно это устройство но она просто бесконечно полезно и важно во многих жизненных ситуациях вот и может быть как раз фотография она не является самой ценной ценностью iphone а хотя вот с выходом iphone 7 плюс iphone 7 и iphone 7 плюс конечно это устройство еще ближе стало именно профессиональном плане фотографом сейчас значит вот иногда там могут быть ошибки а на самом деле когда делал это шоу слайд-шоу я это делал вообще первый раз в своей жизни вот потому что как то так вот в основном мои выступления сопровождались просто обычными какими-то показами фотографий и и разговорами на чтобы вот какую-то вот такую системную презентацию сделать но у меня не было такой необходимости я работаю сейчас помимо того что издаю вот фотографирую я еще работаю в электротеатре станиславский там я фоторук вот есть худрук музрук и фоторук вот фоторук это больше ни в одном театре в россии в мире нет такой должности только в электротеатре станиславский но потому что это электротеатр он сам по себе необычный вот и начну я с того что расскажу три особенности которые важны для меня первое это то что есть два объектива широкоугольный и теле но это вот они вот называют теле на самом деле это конечно не теле объектив это по понятиям вот фотографа это стандартный объектив или штатный полтинник но он 56 миллиметров на это почти полтинник теле объективы начинаются где-то со 105 миллиметров вот но тем не менее я написал видите 18 миллиметров на самом деле 28 вот видите как уже уже сам поймал себя 28 миллиметров нет нет это объективы встроенная до в iphone нет они рядом тот который селфи я его здесь даже не упоминаю потому что чувств селфи объектив упоминать но он тоже хороший да он он есть да но я про него не говорю потому что я не знаю как его профессионально использовать у него невысокое разрешение вот и про него ничего говорить не буду хотя селфи я снимаю далее оптическая стабилизация изображения вот когда появились цифровые камеры совсем 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 не так давно появилась оптическая стабилизация изображения вначале она была встроена в объективы потом некоторая фирма в частности олимпус встроили ее прямо в камеру такой механизм который матрицу удерживает всегда в неподвижном состоянии даже если микро вибрации какие-то происходят в пяти осях влево вправо вверх вниз и наклон то есть матрица всегда стоит на месте благодаря этому когда у вас чуть-чуть трясутся руки на большой выдержке фотоаппарат это снимает эту вибрацию и картинка получается резкая и вот это очень удобно особенно для меня когда я снимаю в например темная сцена штатив неудобно потому что там ты выбираешь место каждый раз новое и в общем неудобно со штатива снимать всегда снимаешь с рук хотя раньше в пленочную эпоху конечно приходилось использовать штатив потому что во первых чувствительность пленки не не позволяла снимать на короткой выдержке сейчас цифровая камера позволяют там но чуть ли не в полной темноте снимать во вторых да это во первых и и и во первых то есть просто штатив требовался когда появилась вот это вот оптическая стабилизация изображения в камерах можно было снимать без штатива но на так на выдержках где-то одна пятнадцатая одна восьмая секунды если но думаю что многим из вас это понятно если нет спросите я вам поясню вот и впервые оптическая стабилизация изображения появилась в айфоне 6 плюс что это означает это означает то же самое что вот и фотоаппаратах олимпус когда матрица специальным механизмом удерживается без движения даже если у вас чуть-чуть трясутся руки вот поэтому предположим где-нибудь в каких-нибудь таких условиях но вот здесь светло вот принципе здесь светло и хотя и здесь поможет оптическая стабилизация сделать резкую картинку она принципе всегда включена поэтому нам от нее избавиться невозможно вот она если было бы еще темнее чем здесь то оптическая стабилизация показала бы там дальше я покажу вам пример что она просто необходимо то есть это важно надо только помнить что оптическая стабилизация есть только у широкоугольного объектива а у теле объектива оптической стабилизации нет и тут есть маленький секрет стив джобс он был такой волшебник он считал что компьютер должен быть чрезвычайно прост вплоть до того что там всего одна кнопка должна быть вот и то есть он не должен заставлять человека думать и вот apple продолжает идти по этому пути поэтому например алгоритмы камеры apple включают цифровой зум на широкоугольными объективе в темных условиях для того чтобы работала оптическая стабилизация потому что вот если вы будете снимать теле объективом в сумерках вам бы вы будете думать что вы снимаете теле объективом на самом деле вы будете снимать широкоугольным объективом который автоматически встал в 2 в 2 кратный цифровой зум что почему это не очень хорошо вот на мой взгляд потому что цифровой зум он не не берет изображение со всей матрицы он вырезает часть кусочек изображения которые соответствуют вот этому увеличению да то есть из-за этого картинка несмотря на то что она как бы заявлены 12 мегапикселей на самом деле она просто увеличена увеличена маленькая картинка и это влечет за собой вот повышенную пикселизацию не резкость в общем вот я рекомендую как можно реже пользоваться цифровым зумом вот вот есть два объектива у iphone 7 плюс широкоугольные и теле вот ими пользоваться по возможности всегда для того чтобы обойти вот это вот хитрость apple которая заботится о пользователях и старается чтобы они всегда получали резкую картинку потому что когда мы смотрим на картинку на на картинку на экране айфона или на небольшом экране дата мы не видим никаких там погрешности она гладкая красивая мы можем ее отправить в инстаграм вот и в большинстве случаев она достигнет своей цели если мы не ставим перед собой задачу напечатать предположим выставочную фотографию вот то есть как только такая задача стоит там сразу усложняется сам процесс и нужно просто знать какие подводные камни могут оказаться на пути вот например для того чтобы в сумерках родным приложением айфон камера снять телеобъективом то есть то есть то есть то есть в портретном режиме он всегда задействует для переднего плана телеобъектив вот поэтому если вы поставите его в портретный режим то даже в темноте он будет использовать вот этот вот телеобъектив но тогда не будет стабилизации изображения тогда придется воспользоваться штативом вот на самом деле в этом нет ничего страшного потому что такие ситуации бывают очень редко а если речь идет о какой-то выставочной фотографии то совсем редко потому что все таки фотография это согласитесь это свет да и чем больше света тем чище фотография так идем дальше значит а еще вот возможность съемки формат raw на самом деле он называется в айфоне dng создала такой универсальный формат который подобен raw но универсальный дело в том что каждая каждый производитель фотоаппаратов разрабатывает свой собственный формат raw значит что такое формат raw мы сейчас а да вот размер отпечатка максимального качества который можно получить с айфона 7 и 7 плюс это ну 40 на 20 сантиметров в принципе это хороший выставочный формат хотя ну вот например как-то у нас был разговор с Ольгой Свибловой по поводу размера фотографий и она сказала что маленькая фотография она как марочка ты к ней подойдешь ты поклонишься перед ней посмотришь ее вот и поэтому в этом ее ценность огромная фотография но ее видно издалека ты пройдешь мимо и как бы даже не остановишься ну вот такое мнение есть то есть вот айфон 7 и 7 плюс дают размер изображения которое можно напечатать фото это вот такой в принципе это ну вот я сколько помню 30 на 40 обычно вот мы печатали отправляли на выставки на международное 30 на 40 это вот такой стандарт уже меньше не так популярным было был еще формат 50 на 60 но вот два вот этих вот распространенных выставочных форматов для фестивалей и выставок фотографии но когда в аналоговые времена когда все печатали руками сами на фотоувеличителях и вот уже большего размера было очень сложно сделать фотографию потому что с 35 миллиметровой пленки там больше чем 50 на 60 уже ну просто не резкая картинка получалось идем дальше так вот два объектива я сейчас покажу значит вот смотрите это я снял свою дочь просто для примера для вот именно для этой презентации объектив 28 миллиметров он делает из человека такой дружеский шарж искаженное лицо вот узнаваемое веселое смешное но какое-то неправильное вот и когда допустим снимать фотоаппаратом не айфоном а нормальным фотоаппаратом то тоже если хочешь снять крупный портрет то нужно брать объектив с большим фокусом чем широкоугольник например начиная вот ну вообще да 70-80 миллиметров как-то так да многие используют чуть больше там 105 миллиметров вот потому что 105 миллиметров дает размытый задний план хотя его можно получить и более широким объективом но там сложнее поймать глубину резкости на самом портрете то есть там нужно сильно открывать диафрагму и там глубина резкости совсем падает например щеки будут резкими а нос будет не резким несмотря на то что задний план будет красиво размыт вот но на мой взгляд в портрете это не самое главное хотя это эффектно когда не резкий задний план когда все внимание только на лицо человека и вот apple в айфоне 7 плюс добавили такую опцию пока она в стадии бета-тестирования хотя уже люди пользуются вот опция называется портретный режим у кого есть iphone 7 плюс прекрасно осведомлены об этой опции вот сейчас я вам покажу значит вот смотрите вот портрет человека просто прохожего я шел по набережной вот мы с ним разговаривали про рыбалку в москве реки он говорит вот бы порыбачить и я попросил его сфотографировать но он не отказался для того чтобы как раз вот этот портретный режим это у меня только-только появился этот iphone 7 плюс и мне было интересно экспериментировать узнавать открывать его вот здесь вы видите что причем там можно настроить так что он будет делать два снимка один снимок он будет делать обычный а второй вот с этим эффектом размытия и ну вот как здесь как в этом случае вот ну ну смотрите да просто здесь слишком светлый фон там ну в общем если поставить специально задачу продумать все заранее подготовиться то конечно можно сделать очень эффектную фотографию не такую как это и сам сам по себе этот алгоритм он на мой взгляд интерес и конечно когда они доведут его до совершенства сейчас вот например я можно снимать не только людей можно снимать предметы там какие-то натюрморты а он как бы это управляет глубиной резкости вот вы можете по ушам посмотреть на нормальные фотографии уши резкие а вот на размытые уже они постепенно уходят тоже в нерезкость постепенно так же вот молния у него то есть он создает иллюзию что это снято вот объективом с на широко открытой диафрагме чтобы там вот этот вот было знаменитая баке которая любит портретные фотографы ну вот например если бы это была бы девушка с развивающимися волосами то конечно бы он бы взял бы и обрезал бы там ей бы какие-то локоны например я снимал в ботаническом саду кактус с шипами вот и там он конечно мне взял эти шипы все размыл получился красивый кактус но без шипов но зато с размытым задним планом в общем я понял что этот эффект можно использовать но в общем не всегда и надо знать что от него ждать хотя вот я считаю что ну смотрите просто есть такая пословица лучше фотоаппарат это тот который всегда с собой вот и вот я знаю по себе особенно когда ты фотографию всю жизнь занимаешься что уже как-то отвыкаешь все время носить с собой фотоаппарат потому что ну уже столько наснял уже вот за жизнь столько всего наснимал что понимаешь что каждый раз снимаешь одно и то же уже по второму кругу по третьему по четвертому но вот это вот вот этот вот инстинкт фотографа он такой вот неизбывный то есть он это все время хочешь нажать на кнопку а в то же время если у тебя твой инструмент не позволяет тебе получить на выходе фотографии приличного качества то ты не получаешь от этого нажатия удовлетворения потому что ты думаешь ну вот снять то снял но в очередной раз это все мусор потому что ничего с этим сделать нельзя ну только вот в инстаграм отправить можно вот и все это максимум а у меня есть инстаграм но он такой вяло текущий просто ну для меня это очень все мелко мелко не в плане духовном а в плане вот визуальном маленькие картинки трудно рассматривать невозможно увеличить до детали чтобы ну это хорошо это вот развиваются ребята я бы если бы создавал инстаграм то я бы сразу бы такую возможность заложил вот но да все все постепенно так вот я к тому что айфон чем хорош он уже дает нормального качества картинку хотя и с оговорками потому что например у него очень большая глубина резкости не всегда она нужна вот в то же время если понимать что такое и понимать какие сюжеты выгодны именно с большой глубиной резкости то ты уже знаешь когда его доставать из кармана когда пускай он там себе остается но зато уже не не нужно всегда иметь с собой фотоаппарат во-первых кофр или сумка это допустим если темно то штатив уже нужен хотя вот олимпус я снимаю олимпусом в театре я выбрал этот фотоаппарат за то что у него самый тихий звук затвора вот там мне могут возразить что в принципе у цифрового беззеркального фотоаппарата можно вообще бесшумным затвор сделать это электронный затвор отключаешь звук и снимаешь но когда я снимаю в театре у нас модные театры там модный диодный свет этот диодный свет он пульсирует человеческий глаз его не видит но фотоаппарат его очень хорошо видит и например на выдержке короче чем 1 125 секунды мой олимпус просто делает полосатую картинку полосатую картинку делает не только олимпус но и любой другой фотоаппарат который с бесшумным затвором вот то есть можно снимать либо на выдержке длиннее чем 1 125 тогда будет все нормально но тогда мы лишаемся быстрых сцен то есть мы не можем использовать вот эти возможности камеры высокая чувствительность там 3200 6400 снимать быстрая сцена поэтому все наши фотографии будут статичными статичная сцена будут прекрасны но и никто не услышит из зрителей как снимает фотоаппарат в общем олимпус 5 марк 2 это камера у которой самый тихий механический затвор который практически не слышит зритель сбоку вот то есть если кто-то будет снимать в театре имейте это в виду проверено так вот оптическая стабилизация сейчас просто пример вот например 1 13 секунды ну в общем 1 13 секунды с рук нормальным допустим пленочным фотоаппаратом но практически невозможно получить редкий кадр только какие-нибудь асы такие с железными руками могли это но и все равно это в общем высокий риск был а здесь вот это фрагмент увеличен машина можно прочитать номер вот то есть настолько камера четко стабилизировала картинку вот зачем формат трав значит есть самое главное знание это то что формат трав это не само изображение да это просто набор данных который хранится в файле и для того чтобы его превратить в картинку требуется специальная программа которая называют фотографы проявителями рафайлов вот самая популярная программа это лайтрум вот потом есть капчулан но она на втором месте популярности потом по убыванию много еще много других программ я пользуюсь лайтрумом потому что она выполняет две функции во-первых это программа которая максимально адаптирована под apple она очень быстро работает по сравнению например с капчу ван вот потому что для нее нужен более мощный компьютер чем например вот мой ноутбук во-вторых лайтрум это еще и архив то есть программа которая решает две задачи во-первых она является архивом это со всеми вытекающими отсюда это ключевые слова это лица это геотегия ну то есть огромное количество данных которые позволяют архиву быть как бы полноценным инструментом где можно быстро что-то найти во-вторых это программа которая проявляет ров вот значит iphone 7 и ну вернее так система 10 которая вышла не так давно она дала возможность разработчикам программ обрабатывать RAV файлы просто сама камера apple она вернее iphone она не умеет снимать в RAV но она использует RAV по полной программе то есть для того чтобы когда мы вот снимаем картинку мы даже не представляем что там происходит на самом деле когда мы нажимаем вот на кнопку в это время iphone делает от 3 до 7 фотографий там алгоритм apple не раскрывает но известно что несколько он в буфер забирает несколько кадров они все в формате RAV он их анализирует выбирает из них лучший где-то берет какие-то детали которые лучше в другом кадре получились в результате он сливает это все в один jpeg где уже настроена цветовая температура резкость контраст то есть он делает максимально по его мнению правильную картинку для того чтобы пользователь неискушенный пользователь айфон не ломал голову а сразу отправлял там бабушки своего внука по там по сети потому что большинство конечно людей используют ну телефоны по их прямому назначению как средство коммуникации и это очень важно и в общем я думаю что это всегда так и будет но вот то что они продолжают развиваться и приближать это все более к совершенству это конечно здорово вот значит вот raf jpeg здесь вот я поставил две фотографии для того чтобы снимать в raf понадобятся программы то есть нужно будет их купить есть программа про камера я потом дальше покажу есть программа lightroom для iphone вот обе эти программы умеют также и raf и обрабатывать то есть снимать в raf и обрабатывать его да и снимать в raf там настраивается что можно одновременно получать raf и jpeg вот jpeg можно сразу как бы без обработки без обработки куда-нибудь послать а с raf потом посидеть повозиться максимально хорошо и комфортно raf можно обработать только на настольном компьютере ну вот на ноутбуке или на десктопе потому что какие-то вещи очень прецизионные буквально там один подвинуть один процент движок подгонять то есть там он прекрасно приспособлен для широких жестов но вот чтобы что-то очень тонко подогнать лучше это делать цифрами с клавиатуры и вот на большом экране потому что тоже вот много мелких деталей которые на маленьком экране просто не разглядеть хотя лайтрум для айфона это великолепная программа она прекрасно справляется вот здесь кстати я хотел хотел показать чем же отличается от рафа джипега казалось бы то есть это я снял про камерой он сделал мне два кадра один рафа другой джипег джипег я вам тут покажу вот там где джипег вы видите что совсем нет деталей в белом и они ниоткуда не возьмутся это просто сто процентов дырка просто без фактуры на выходе это тоже джипег который не обладает тем объемом информации которым обладает раф но там информации ну намного я сейчас точно не скажу но может быть там на порядок меньше и поэтому редактировать ее уже проблематично то есть вот то что мы получаем вот этим надо пользоваться и чудес не ждать потому что apple сделали все возможное для того чтобы дать нам сразу прекрасное качество для профессиональных фотографов и перфекционистов таких как я конечно вот то что появился появилась возможность снимать мурав это уже сразу повысило статус этого устройства для меня как профессионала ну вот сразу я понял что все это уже теперь профессиональный инструмент не только селф менеджмента и коммуникации но еще и фотографии да конечно ну как все в компьютер вообще я все переношу в компьютер там же хоть и много памяти но она постепенно заканчивается да и все куда-то я потом попозже вот расскажу что дальше с этим делать они ну примерно раз в семь тяжелее вот ну допустим раф 10 мегабайт джипег там один мегабайт да вот ну полтора вот но тут все зависит я например много снимаю джипег просто обычной камерой айфона вот своей родной потому что есть много ситуаций когда тебе нужно сделать ни к чему не обязывающую картинку просто чтобы быстро там на вечеринке на какой-нибудь ты понимаешь это все никуда не пойдет там ни в какую книгу там ничего-то это просто вот фото на память да и камера айфона идеально с этим справляется ей можно снимать там при свечах там как твой ребенок забывает свечки на торте в день рождения то есть в общем много всего можно сделать в общем вот программа для съемки номер один это вот айфон камера которая есть в каждом айфоне она не снимает в раф но очень много всего умеет в том числе портретный режим больше не ни одной программы нет этого режима это можно снять только айфон камерой ну может быть пока но пока что ни у кого нет я имею ввиду из вот сторонних разработчиков и прекрасный режим панорама то есть это просто великолепную панораму он сшивает настолько элементарно что даже страшно думаешь ну вот как вот раньше же это было так сложно и огромных ресурсов требовало и усилий а сейчас просто вот так вот ведешь вокруг себя потом фейсбук и там другой человек тоже держа перед собой айфон может твою панораму посмотреть там где-нибудь в каком-нибудь музее или на какой-нибудь площади в Риме вот он точно так же как ты это все увидит то есть для большинства ситуаций когда не стоят какие-то специальные творческие задачи как какая-то такая сверх сверх цель айфон камера идеальная программа но перепробов огромное количество на самом деле вот этих вот программ которые снимают в РАФ их много вот и но я попробовал наверное штук 10 наверное ну она мне показалась самой удобной она уже как действительно такой профессиональный фотоаппарат здесь есть все необходимое для съемки все ручные установки можно там устанавливать выдержку чувствительность точку белого вот то есть все что можно сделать руками в обычном фотоаппарате можно сделать здесь хотя вот новая версия лайтрума к сожалению вот до то есть та версия лайтрума которая у меня появилась как только я приобрел этот айфон она мне не понравилась как фотоаппарат а я вот приспособился уже вот к этой про камере хотя вот сейчас новый лайтрум он кстати бесплатные до определенного момента то есть вот лайтрум для айфона там не нужно платить подписку за creative cloud до тех пор пока вы не захотите обрабатывать травы на айфоне в этой программе то есть это уже по подписке так как я профессионально снимаю в театре мне там каждый день надо работать с архивом для меня это недорого хотя может быть конечно мы так везде много всяких подписок оплачиваем что на круг получается что и может быть не дешево но вот мне необходимо поэтому я пользуюсь и в общем я благодарен адобе за прекрасные продукты которые они делают лайтрум меня полностью устраивает хотя ну там я мог бы много всего порассказать потому что вот когда была еще эпоха пленочная тогда например ты снимая что-нибудь ты уже заранее знал каким проявителем ты будешь это проявлять и не всегда это был тот же самый проявитель то есть в зависимости от условий съемки от ситуации нужно было подобрать правильный проявитель также и здесь например вот есть некоторые кадры которые с которыми лайтрум не справляется я имею ввиду рав кадры вот и есть программа например ров фото процессор рпп вот ее делают два американца русского происхождения они сделали специально для себя они фотографы и они были неудовлетворены возможностями вот этого коммерческого софтвера который проявлял право они для себя написали эту программу она бесплатно ее можно скачать она вот так вот сходу ее очень трудно понять она очень непривычна для людей которые привыкли вот к графическому интерфейсу ко всем движкам чтобы все там на глазах происходило вот но если в ней разобраться то вот некоторые сложные кадры она она вот с ее помощью я вытягиваю потому что как это сделать слайд румом я вот не знаю можно поддать там два дня и не добиться никакого результата в то время как за 15 минут при помощи этой программы которую надо на самом деле тщательно изучить есть мануал достаточно подробный вот и ну имейте тоже в виду я думал что ну я все делаю правильно но когда я увидел какие возможности я могу получить вот в этом raw фото процессоре я понял что до этого вот те кадры которые меня устраивали они просто брак но не все а вот именно я про сложное когда красная красная сцена освещена еще красным светом это вообще смерть для фотографа вот благодаря появлению вот этих гигантских дата-центров amazon apple google которая разбросана по всему миру где ну в общем вам не надо рассказывать про облачное хранилище вот благодаря вот этим облачным хранилищем появилась такая гипотетическая возможность хранить но это это тоже в общем в области мечты потому что мы же не знаем что там будет там завтра да но по крайней мере на мой взгляд это достаточно надежно надежнее чем сиди и как дополнительное хранилище то есть я естественно сохраняю все картинки свои на внешних жестких но иногда чем хорошо облачное хранилище тем что во-первых оно предоставляет доступ к этим изображениям и позволяет из любой точки мира где бы ты не находился предоставить доступ к твоим картинкам там тем кому нужно допустим вот я нахожусь где-нибудь не в москве театр допустим им срочно нужно какие-то фотографии которых у них почему-то нет или потерялись или там еще что-то им надо они у меня просят а как я им дам вот у меня все хранится в облаке дополнительно к тому что у меня дома на жестких дисках но еще и в облаке я просто нахожу там эту фотографию посылаем ссылку и вот они скачивают и это конечно очень удобно вот я я задействую два ресурса один это google фото чем он хорош тем что он синхронизирован с айфоном и все что я снял тут же уже уходит туда естественно под замок никто кроме меня это не увидит вот а если я хочу чтобы увидели но я просто вот открываю эти файлы или эти папки для там людей кому я хочу это показать и отправляем ссылку вот там есть такая опция что вы можете на у себя на айфоне например удалить фотографии а в облаке они останутся значит это очень удобно устроено во первых мы здесь видим вот справа видите таймлайн то есть мы можем пройти быстро очень попасть в нужный нам год и если мы примерно знаем где когда мы снимали в общем посмотреть там поискать фотографии но помимо того что у нас здесь есть поиск который ищет по ключевым словам если мы их присвоили фотографиям я очень рекомендую это делать потому что в дальнейшем это помогает вот так же он позволяет создавать альбомы помимо того что он сам их создает автоматически вот мы видим сверху места съемки предметы но он по каким-то там вот видео можно сразу быстро доступ к видео ко всем своим получить помимо этого вот можно создавать свои альбомы предоставлять доступ к ним либо делать их вообще общими тогда любой человек сможет найти вот так примерно выглядит альбом который вот видно что четыре человека к нему имеют доступ вот значит amazon drive это не такая удобная вещь как google но она хороша тем что она в принципе делает backup всех данных вашего компьютера вот то есть включая ну то есть работает как тайм машина вот например если у вас включена тайм машина то вы можете делать backup тайма машина туда и если вдруг у вас диск на котором была той машина просто накрылся вы сможете ее восстановить из облака и потом восстановить допустим на новом компьютере все свои данные вот и чем хорош вот этот вот amazon drive тем что вот там хранится у меня все если например на google drive только фото только фотографии на google фото только фотографии с айфона потому что он у меня синхронизирован с айфоном хотя туда можно отправлять и фотографии он видит все фотографии которые вы записали на google drive он их показывает вам в google фото но да ну вот смотрите вот тут написано 60 59 доллар а на google фото но там там нужно купить услугу google диск там она стоит где-то порядка терабайт 9 долларов в месяц терабайт а вот и собственно терабайт вы сможете в google фото сохранить вот тоже то же самое можно сделать и с облаком apple да он стоит примерно столько же просто исторически так сложилось что я больше связан с google потому что там у меня google документы ну в общем вот это вот экосистема google я давно просто в ней живу и почта у меня все там поэтому вот я не использую облака apple ну то есть минимально его использую плачу минимальный тариф просто за бэкап айфона и айпада но сама вот программа apple фото я про нее не рассказал но это достойная программа которая тоже на настольной версии позволяет обрабатывать трав файлы то есть она много чего позволяет и и искать людей по лицам и геотеги показывать на карте то есть это очень классная программа которая мне очень нравится вообще фанат но из-за того что у меня вот с гуглом просто исторически уже там больше десяти лет я живу поэтому я вот не нашел себе силы перейти полностью на вот эти продукты apple хотя я и поклонник большой apple как я уже рассказывал но вот за 60 долларов в год amazon вам предоставляет вообще просто безлимитное хранилище просто хоть сколько вот хоть океан туда перелите за 60 долларов в год это очень хорошо вот так вот лента фото устроена тоже есть таймлайн можно быстро пробежаться а можно увеличить отдельную фотографию посмотреть там когда чем она снята вот теперь я вам расскажу одну маленькую историю во времена еще пленочные фотографии профессиональные фотографы стептически относились к мыльницам к полироидам то есть для них это было ну так то и вот ни к чему не обязывающее там хотя у всех это было но ничего серьезного снимать а просто там ну как бы семью поснимать там многие так вот для многих профессиональных фотографов семья по остаточному принципу там семейный альбом это как-то по крайней мере фотографы моего круга всегда вот несерьезно к этому относились и поэтому вот эти все фотоаппараты для массового потребителя они ну как бы занимали такой не не серьезную нишу в представлении профессионалов вот и вот я сейчас вам хочу показать такого художника дэвида хокния может быть кто-то его знает может кто-то нет который он показал что продукт массового потребления можно использовать творческий вот вот он начал снимать полироиды это вот такая вот стена из полироидных карточек такой коллаж склеенный то есть по сути любая домохозяйка могла такое сделать если бы пришло это в голову потому что полироид был каждой американской семье вот полироида конечно есть один недостаток он постепенно исчезает потому что там вся химия полирода так устроена там все сохраняется внутри постепенно его разъедает то есть со временем это просто будет белый кусок бумаги но в этом тоже есть своя прелесть потому что все равно он как человек да человек рождается живет умирает и также вот и полирует и в этом есть своя философия дэвид хокния превратил это в искусство вот и и показал что на самом деле ширпотреб может можно использовать творческий и за что я ему очень благодарен этому дэвиду хокни он можно сказать поменял вообще парадигма мое восприятие вот этого всего как говорил председатель нашего фото клуба настоящий фотограф снимет и ведром с дыркой вот это конечно метафора но он по-своему прав вот для примера вот это вот этот коллаж продан на сотбис за 194 с половиной тысячи долларов вот еще другой он использовал способ то есть это вот снято обычной мыльницей проявлено в мини-лабе там же напечатано фотографии размером 10 на 15 то есть снято очень много фотографий которые потом склеены в такой вот коллаж такой экспрессивный и обычная картинка которая тем не менее выглядит очень необычно причем причем это же можно огромного размера сделать картину целую без всяких профессиональных фотоаппаратов так что там не идет так в чем дело ладно у меня же есть мышка вот в общем такие вот он экспериментировал много с этим а вот тоже вот это вот продан на сон без за 62 с половиной тысячи долларов в общем для фотографии это приличная цена хотя мы знаем что есть за миллиона уже фотография продаются на этом большая редкость пока Сейчас вам покажу, вы, может быть, знаете все Георгия Пенхасова, если кто не знает, это единственный российский фотограф, который был принят еще советский в международное фотоагентство «Магнум», куда принимаются только самые талантливые мировые фотографы, это международное агентство. Вот Георгий Пенхасов там с конца 80-х работает в этом агентстве. Я тут написал, что у него там больше 70 тысяч подписчиков, это в общем тоже о чем-то говорит. И вот покажу несколько его работ. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну это как бы вот такие маленькие истории успеха. Вот еще одна маленькая история успеха, которая недавно произошла и которой айфон тесно связан. Это вот недавно вышла такая вот книжка моего друга Никиты Машкина с большой дарственной надписью. И это книжка про праздник, который проводится в Индии и праздник омовения. Сейчас я вам покажу несколько фотографий из этой книги. Ну практически по собственной инициативе издают фотокниги. И вот они придумали такой способ, но в общем про краудфандинг никому не надо рассказывать. Но они сделали такой собственный краудфандинг. То есть они объявляют о том, что вот они готовы издать книгу, что должно быть там не меньше, допустим, 100 экземпляров. И что стоить это будет столько, то вот если они собирают эту сумму, то каждый подписчик, который направил цену этой книги, получает эту книгу с автографом автора. По-моему, очень хороший метод, если кто-то, допустим, их коллекционирует. Здесь все снято на iPhone и специально еще потом обработано. Для меня это вот какая-то другая планета, хотя это в прошлом году все происходило. Кстати, Никита, он сегодня здесь, если захотите, сможете вы потом порасспросить, как и зачем он это все снимал. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот теперь немножко про себя. Очень интересно, я заметил, что ты снимаешь обычно, когда идешь мимо, ты снимаешь не все подряд, а те какие-то моменты, ситуации, предметы, фактуры, которые вдруг тебя чем-то зацепили. Ты даже не знаешь, почему, зачем, просто вот рефлекс. Вот и рефлекторно так за годы накапливается такая библиотека таких картинок, в которые иногда можно погрузиться и медитировать, потому что каждая картинка пробуждает цепь ассоциаций воспоминаний. И вот такие чисто, может быть, психологические расслабления, отключения от суеты, от рутины. Не часто, но иногда. В первую очередь айфоны нужны мне именно для этого, потому что профессионально я снимаю большим фотоаппаратом. У меня многое. Ну, я Олимпусом снимаю сейчас. Хотя всю жизнь снимал Никоном. Но вот сейчас я снимаю в театре, а мне Никон не подходит, у него зеркало, оно щелкает и распугивает зрителя. Поэтому я покажу сейчас несколько фотографий, которые ни к чему не обязывают, которые мне почему-то захотелось снять. Многое снято программой «Хипстоматик», про которую я здесь не рассказал, но обращаю ваше внимание на нее. Это такая очень творческая программа, у нее большое комьюнити, много фанов. То есть это действительно такая вот необычная, очень интересная программа, которая устроена по принципу пленок и объективов. Там можно покупать у них на сайте объективы, пленки, их по-разному сочетать и делать фотографии, ну, как вот камерами со сменной оптикой и с разными пленками. Вот «Хипстоматик» позволяет вот такие, как бы, ретро-стиль. «Хипстоматик» мне очень нравится, хотя, конечно, это баловство, но вот я вот люблю. Как бы сразу из ничего получается какая-то такая необычная, загадочная картинка. Пол «Все! Все! 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 Ну вот и все. Сейчас мы можем поговорить.